Можно. С святым вечером. Дорога Владыка, благословите. Сегодня я продолжу говорить об Обьевной пустыне, и будет тема звучать следующим образом. Преподобный Лев, его духовное наследие. Для начала хотелось бы сказать, конечно, о старчестве. Как оно отличается именно в Обьевной и первая отличительная черта Обьевского старчества – оставание его на почве свято-этических аскетических творений. Стремление провести в жизнь инока начал духовного подвижничества, указанные в творениях отцов-аскетов. Стам Старец Лев и его ученики глубоко познали творения аскетов. Не только теоретически, но и практически. В обители были рукописные переводы преподобного Паисия Веричковского и Большая библиотека, содержавшая множество трудов святых отцов. Преподобного Максима Исповедника, Исаака Ассерина, Ава Дорофея, Марка Подвижника, Исаии, Отшельника Египетского, Иоанна Лесточника, также Федора Студита, Петра Дамаскина, Иоанна Дамаскина и многих других святых отцов. Статитель Игнатий Бичанинов говорит об оптинфестарцах, которых он хорошо знал, что они были напитаны чтением отеческих писаний о монашеской жизни. Сами руководствовались этими писаниями и наставляли ими других, обращавшихся к ним за назидательным советом. Память их была богато украшена мыслями святыми. Никогда они не давали советовать себя, но всегда следовали изречениям священного писания или святых отцов. Чтение святых отеческих книг старец Лев ставит первым занятием инока, свободное от богослужения время. Письма старца преисполнены цитатами из книг святых отцов и постоянными советами к чтению отеческих книг, в которых заключается все необходимое для усовершенствования в духовной жизни. Чтение книг отеческих стало обязательным для всей братья и монастыря. И вот отрывок из письма, показывающий это. Вы желаете спасения душевного, а оно стерживается терпением. Глаголит Господь. В терпении вашем стяжите души ваши. И святой Илья пишет. Достойно всякому христианину, право верующему в Бога, не быть и без попечения, но всегда чаете и ожидайте искушения. Вспомните, что Господь ублажает тесный и прескорбный путь, а не пространный и бесскорбный. Предложив вам утешение, молю прямосердного Господа, да подавшим вам в терпение последовать истинному разуму по воле Его святой. И укрепит Он вас во всех искушениях, вручая вас благости Божией. И хотя не достоин, но и спрашиваю на вас и вашу помощницу мир и благословение Божие. Заботясь о том, чтобы усилить пользу отчистения святых творений, старец Лев ввел в Оптиной откровение помыслов, ежедневное исповедание старцу инокам своих мыслей, чувств, как второе необходимое, кроме чтения святых отцов, условие для достижения духовного совершенства истинга. По советам великих подвижников христианства, старец Лев говорил, что каждый инок должен отдать себя в полное послушание старцу. Без его совета и благословения не должен ничего делать. Ему должен открыть свой мутренний мир. У него и спасить совета в своих душевных нуждах. Только при этом условии он может духовно расти. Отсюда откровение помыслов является существеннейшим средством для достижения совершенства монаха. Во главе всех советов и наставлений Старец ставил смирение. В нем он полагал сущность христианской жизни. О нем всегда напоминалось. Из него выводились прочие добродетели каждого инока и христианина. «Есть смирение – есть все. Нет смирения – ничего нет», – говорил преподобный Лев. «Отсюда и жизнь монахеская по преимуществу состоит не в выполнении внешних правил, но в борьбе с острастями и очищении сердца, в стержании духа святого. Перенесение центра тяжести монахского подвига с внешней на внутреннюю сторону составляет отличительную черту оптинского старчества». Второй отличительной чертой старчества оптинской пустыни было то, что оно составляло жизненный нерв общего строя монастыря. Старец здесь стоял не одиноко, не изолировано от внутреннего строя обители, но во главе его и без совета в обители не принимались ничего, что-нибудь важного. Пользуясь общим уважением, старец духовно объединял все лучшие силы обители. Третья черта оптинского старчества – это служение народу в его духовных нуждах. Все были принимаемы старцем с отеческим расположением и любовью. Никто из Вакелия не выходил, не будучи утешенным. На дело служения народу Старец Лев смотрел, как на самое святое и высокое дело, за которое готов был страдать. В своих наставлениях Старец Лев учил народ, как понимать евангельские учения, как врачевать свои душевные немощи. Его наставления были просты, правдивы, чужды всякой искусственности, сердечно. Их ответы дышали любовью и спокойствием. Казалось, что Старец видит душу, приходящую насквозь, видит все болезни души. А это как помочь и помогает, и утешает. Один случай Белобережской пустыни показывает, что на смирении и полном послушании строилась духовная жизнь Старца Лева. Однажды, накануне храмового праздника, братья, исправнявшие послушание на клиросе, недовольные чем-то, отказались совершать службу. Надеясь этим, принудит настоятеля выполнять некоторые требования. Но настоятель не захотел уступить, и чтобы их смирить, позвал отца Лева с другим братом попеть праздничную службу. Преподобный весь день возил с хутора сено. Усталый, покрытый пылью, он только что собирался передохнуть. Да, ему передали волю настоятеля. Без всякого ропота отправился он в церковь и вдвоем с товарищем попел всю всеночную. Уклад жизни, уже я на патистическом скиту, был строгий. Вот как его описывает святитель Игнатий Бенчанинов, в то время послушник и ученик Старца. Все скитяне составляли тогда одну общую духовную семью. Мир, любовь царствовали в ней. Все отличались глубоким смирением. Каждый старался превзойти другого в этом отношении. Даже взглядом боялись друг друга оскорбить. Испрашивая прощения при малейшем оскорблении брата. Все сохраняли безмолвие. Новоначальник наставляли не только словами, сколько примером своей личной жизни. Чай пили только по субботам, воскресеньям, праздничным дням, собираясь для этого именно у Старца отца льва на пасеку. Для откровения помыслов все братья ходили ежедневно к Старцу на пасеку после вечерней трапезы. И у него же в келье выслушивали молитвы на сон грядущий. Больше всего получал Старец именно смирению. Жизнь Старца была наполнена молитвой и попечением о братьях и посетителях. Распорядок дня его был таков. В два часа по полуночи начиналось утреннее правило. Затем совершалось раннее обедение. Вечернее правило состояло из девятого часа и двенадцати избранных писалмов. С тремя канонами – Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. И Акафистам положено в этот день. Старец выслушивал это правило себе в келье. После вечерней скидской трапезы прочитывалось по вечерее. Вечерние молитвы. Две главы из апостола и одна из Евангелия. В это время перед отходом ко сну в келье остались скидские братья для получения назидания, откровения помыслов, разъяснения возникших вопросов и недоумений. После чтения Священного Писания он разъяснял смысл прочитанного. Все время свободы от молитвы и благослужения отец Лев посвящал служению ближним. Пищу он кушал два раза в день, самую простую. В сон включал краткий, пособеденный отдых. Занимал не более трех часов в сутки. Крайне редкие моменты, когда рядом не оказывалось людей, он по воспоминаниям творил Иисусову молитву и лежу негромко исполнял церковные песнопения. Архивист Леонид Каверин писал, что простой народ говорил ему о старце. Да он для нас бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые. Старец мог быть и резок, и не боялся, если нужно, затронуть самолюбие своих духовных детей. Но в этом никогда не было грубости или раздражения. И дело исключительно ради духовной пользы. Бывало, рассказывал один ученик старца, батюшка сделает мне такой строгий и грозный выговор, что едва на ногах устою, но тут же сам смирится, как дитя, и умиротворит, и утешит, что на душе сделается легко и отрадно. И уйдешь от него мирный и веселый, как батюшка меня хвалил, а не украл. Отец Лев постоянно призывал своих учеников хранить между собой взаимную любовь, мир и единомыслие. Он часто повторял слова Христовы, «А всем разумеют все, что мои ученицы есть те, а еще любовь им эти между собою». В своих чад старец стремился направить на борьбу со страстями, кореняющимися глубоко в душе, понимая, что преодоление себялюбия, самомнение других пороков гораздо более тяжкий труд, чем исполнение внешних подвигов, которые необходимы, но лишь как след. Один брат упорно просил отца Леван, чтобы тот дозволил ему носить вериги. Старец долго не соглашался, объясняя, что не в веригах спасение. Наконец, желая проучить брата, позвал монастырского кузнеца и сказал им, «Когда придет к тебе такой-то брат и будет просить сделать ему вериги, дай ему хорошую пощечину». Через некое время на очередную просьбу брата старец сказал, «Ну, пойди, пойди к кузнецу, попроси его сделать тебе вериги». Брат с радостью прибегает к кузнею и говорит, «Батюшка благословил тебе сделать для меня вериги». Занятый в это время делом кузнец, проговорив наскоро, «Какие тебе вериги?» «И когда своему пощечину?» Тот, нестерпев, ответил ему, «Так же пощечины!» И тотчас оба отправились на суд к старцу. К принцу, конечно, ничего не было, а брату, желающему носить вериги, был у старца хороший выговор. Куда ты лезешь носить вериги, когда я одной пощечины не мог потерпеть? Терпение, оскорбление, обид, отец лев считал необходимым для спасения. Он писал духовным чадом, «Того напротив, который наносит нам оскорбление, мы должны почитать благодетелям нашим. Он не другое, что как орудие, коим Бог устраивает наше спасение. Таким образом, мы будем почитать обижающих нас благодетелями. И когда начнем приучать себя к самоукорению, к самовинению, тогда сердце наше с помощью Всевышнего может сделаться в духовном смысле мягким, кротким. Тогда душа почувствует такой мир, которого мы в состоянии гордости ощущать не можем. Сам старец достиг духовного мира, который не могли нарушить никакие скорби или неприятности. В самые тяжелые дни его жизни от него невозможно было услышать слово нетерпения или ропота. Никто не видел его в унынии. О том, как нелегко достается душевное спасение, старец нередко повторял свою поговорку. Душу спасти, не лапоть сплести. Один из учеников спасил старца. Батюшка, как вы приобрели такие духовные дарования? Какие мы у вас видим? Преподобный отвечал, живи проще, Бог и тебя не оставит, и явит свою милость. Вот пример поучительный жизни старца для нас, как священников. Однажды приехал в общину пустырь благочинный из города Белева протерей Иоанн Глаголев, который любил и уважал старца и взаимно пользовался уважением старца. Придя к нему, отец Иоанн видел его обучение, окруженным крестьянками. «Охота вам, батюшка, возиться-то с бабами», сказал он в свойственной ему простоте. «Что ж, отец Иоанн, и правда, это бы ваше дело», ответил старец. «А скажите-ка, как вы их споведуете?» «Два-три слова спросите, вот и вся исповедь». Но вы бы вошли в их положение, вникнули бы в их обстоятельства, разобрали бы, что у них на душе, подали бы им полезный совет, утешили бы в их горе. Делаете ли вы это? Конечно, вам некогда долго с ними заниматься. Но если мы не будем их принимать, куда же они, бедные, пойдут со своим горем?» Престышенный Патерей сознался в неудуманности своих слов. Старец разрешал все проблемы, вникал в бытовые, житейские обстоятельства. Когда выяснилось, что браки, совершенные по его благословению, всегда удачны, к нему стали приучасно обращаться с вопросами об устроении семейной жизни. Просившим благословения на брак, отец Лев обыкновенно советовал обстоятельно рассмотреть ситуацию, обратить внимание на то, чтобы и жених, и невеста были здоровы, обеспечены, женательно были равными по положению и возрасту. Бедным семействам не советовал брать богатую невесту, чтобы не оказаться в зависимости. При этом старец повторял простую старинную пословицу «Знай сапог сапога, а лапоть лаптя». Попрошавшим о выборе жениха говорил, чтобы обращали внимание на свойства его отца, а о невесте, чтобы смотрели на характер матери. Наконец, жениху и невесте их родителям рекомендовал после усердной молитвы прислушаться к своему сердцу. Если при мысли о браке ощущается душевное спокойствие, то можно решаться на этот страх. В противном случае, если есть сомнения, беспокойство, смущение, то стоит подождать и поискать. Епископ Николай грубо обращался к старцам, совершил не считаясь его годами, но отец лев все притеснения, касавшиеся его лично, приносил со смирением и благодушием. Когда его внезапно перевели из кита в обитель, ему не нашлось в подходящей келье. Больному немощному старцу приходилось подниматься по крутой лестнице. «Насетывание пастушника по поводу этого неудобства!» Он сказал со смехом. «Эй, какой ты чудак, Сашка-Алексашка! Ты посмотри-ка, тепло-то как! Просто покатывайся сбоку-набок! А ты, говоришь, неудобно! Да по мне хоть на колоколе поместили бы! Только тепло было бы!» И потом лев стал начальником старцев оптинских, наставников преподобного Макария и великого оптинского старца преподобного Амросия. Вот еще наседания старца, которые нужны нам в нашей духовной повседневной жизни. Старайся более внимать себе, а не разбирать дело, поступки и обращение к тебе других. Если же ты не видишь в них любви, это только потому, что сам себе этой любви не имеешь. Интересный отрывок из писем. О твоем стужении и беспокойстве за излишние ваши письма ко мне, то не беспокойтесь. Бог запростит вас и помилует, равно дарует вам кротость и воздержание и умеренность в словах и обхождение с братцем вашим, с долготерпением и благодушием увещевать и утешать семью. А самой себя во всем считать недостаточным и приучать себя к терпению, смирению и самоукорению. Всей добродетели оплот благодушия и спокойствия всеобщего. Богатство не в оймениях многих, но в доброй совести, которая без богатства тленного уже имеет свои награды, и Бог силен даровать им нужное и довольное. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения. И очень большое значение имеет симфония к письмам Кавдодова-Оптинского старца Льва. Вот только небольшой отрывок о смирении. «Где смирение, там неподалекое спасение. Смирение оружие против поздней вражи. Любовь возвышает, а смирение пасть не попускает. Понуждайтесь к смирению. Где нет смирения, там призорство и высокоумие. Если бы мы имели смирение, то никакая сила не могла бы повредить и смутить нас». Есть вот духовное следие преподобного Льва, симфония, которая вот есть на сайте Оптиной пустыни, письма преподобного Оптинского старца Льва, написанная вместе с его духовным чадом преподобным Арием. Вопросы ученика этого старца, старческие беседы преподобного Льва Оптинского, записанные его духовными чадами. Письма Оптинского старца Льва к монаху и Аникюм. Также вот его духовное чадо и подобное Макари тоже написал такую хорошую книгу «Смирение заменяет все». В элитонном варианте можно найти письма о смирении, самоукорении и терпении скорбей. Нашел такую неплохую программу, где творение святых отцов находится там 2500 томов. В том числе есть все письма оптинских старцев, все их творения, сифония. Можно пользоваться этой программой, чтобы каждый день наставляться по учениям святых отцов. И самый главный сайт это оптинопустынь, где тоже находится все наследие оптинских старцев, по учения, их наставления, жизнь, которая тоже полезна нам с вами. На этом все благословите. Благодарим всем вместе и Бани Таджикистан отца Сергия за интересный рассказ. И хочу обратить внимание на всех будущих докладчиков. Можно взять это за образцовую, поскольку после последней лекции отца Сергия я сделал некоторые поправки и отец Сергий внес коррективы. И вот то, что я хотел, то есть лично о духовной жизни святого человека и о его пастырстве, о сути старчества. Хорошо рассказано об откровении помыслов. В общем, и удачные презентации, слайды удачные, и на дикции поработали, поэтому можно всем взять за образец. Благодарим. Хотел у вас спросить, есть такое понятие, молитва преподобного Льва Оптинского за самоубийц. Вам знакомы обстоятельства, когда он дал эту молитву своему послушнику? Я молитву знаю, как бы сам использую, людям сдаю, как обстоятельства, я не знаю. Случилось так, что у его ближайшего послушника родной отец, к сожалению, сам себя убил. И тогда, конечно, что может быть печальнее такого обстоятельства? Ученик готов упасть в уныние, пришел к старцу, исповедовался, и вот старец дал такую молитву, которую на самом деле можно раздавать людям, но нужно просить, чтобы они сами обязательно до чтения этой молитвы. Исповедовались, вели духовную жизнь, ходили в храм, участвовали в таинствах, и дома читали как минимум утреннюю и вечернюю молитву и Евангелие. Только потом использовали эту молитву. Так вот, всем посоветуем. Дальше интересно рассказали вы о желающем велиги носить. Очень перекликается, вы помните, мы рассказывали случаи, когда Досифею стал открывать священное писание, и он стал уточнять о Аве Дорофея, и Аве Дорофея говорит, иди спроси у игумена, как толковать это место в священном писании, а сам сказал игумену, чтобы он его пожурил, и немножко механически так подвозиться. Ну и похожий случай, когда Дорофей пришел с красными щеками, Досифей пришел, а Дорофей говорит, ну что, объяснил тебе игумен, понял, да, все понял, хорошо, и так здесь подобные тоже. Мне рассказывают, что один архиерей, когда исповедовал, подошла одна бабушка, такая прихожанка постоянная, тоже выпрашивал все большие подвиги, и говорит, владыка, благословите мне на подвиги и уродства, он говорит, тебе, ты же дура, она говорит, это я дура, как поднялась, и обнаружилось вот ее устроение, что она не потянет никакой подвиги и уродства, одного даже укорения от епископа не приняла, тем более, у шахтудей. Я вот записал, как вы назвали программу, видимо, для андроида, есть такая, православные святые, давайте будем пользоваться, конечно, очень помогает, а вот толковать на священное писание оптинское, я тоже постоянно использую, очень, очень помогает. Еще пару лет назад, не знаю, сейчас есть такой сервис или нет, подписываются, бесплатные смски приходят, может быть, немножко платить надо, может, бесплатно, не знаю, от оптинских старцев, и я знаю, что людям помогает, просто прихожане некоторые говорят, вот, я что-то поднялась, там, что-то злилась, а потом пришла смс, какое-то одно из поучения, смирения, и мне помогло. Можно уточнить, если сейчас сервис такой имеется, то можно тоже рекомендовать, бывает, прямо, говорят, в точку попадает, интересно. Ну, что, благодарим, отец Сергей, я, правда, очень доволен лекцией, вот, и тоже получайтесь. так, ну, поэтому, конечно,